Самое основное, что решили исключить, и на самом деле поводом стало заключение Министерства юстиции еще к первой версии законопроекта, эта глава не менялась практически никак. Я говорю о каких-то существенных нормах, с первого варианта по тот вариант, который был отправлен в Дюгру Кокенеш. Самое главное, были исключены нормы, которые дублируются в других законах и кодексах. Я чуть позже поясню, что я имею в виду. Была исключена статья об информационных агентствах. То есть здесь было несколько аргументов. Один из них, что информагентство – это один из видов СМИ, который мы перечисляем в определении, как телеканалы, сетевые издания и так далее. То есть на самом деле не имело смысла выделять информагентство в отдельную статью. Кроме того, те, кто здесь есть практикующие журналисты, понимают, что на самом деле представляет собой классическое информагентство. Интерфакс, рейтерс, ассоциейтед пресс и другие. То есть это такой вид СМИ, где помимо ленты для общего пользования, для широкой аудитории, есть закрытая лента для подписчиков. А самое главное – информагентство продает свою информацию. То есть это главный источник дохода. Именно информагентство, другие СМИ покупают фото, видео и какой-то контент. Например, на РБК какую-то аналитику. Также в этой главе упоминалось Министерство цифрового развития. Мы знаем, что Минцифры не горело желанием регулировать масс-медиа. И в целом по всему тексту иначе было бы дублирование полномочий двух органов. А это не предусмотрено и вообще это вызвало бы путаницу. Коллега будет рассказывать о госрегистрации. Там тоже упоминалось Минцифры в том числе. Мы спорили по поводу понятия устав редакции. Как вы знаете, у любого юридического лица есть устав. И без устава в Минюсте вы не зарегистрируете юридическое лицо. Здесь появился устав редакции. Но на наш взгляд это просто дополнительная бюрократия. Когда при работе нужно иметь устав организации. Обязательно им нужно руководствоваться. Плюс как некий устав редакции. Что это и с чем едят, непонятно. В общем, это на самом деле дополнительное обребенение для юридического лица. При этом у других юридических лиц такого нет. То есть абсолютно любой вид деятельности отдельного устава не надо. Исключено основание для приостановления деятельности СМИ. Вообще все, что касается приостановления деятельности, было вынесено в другую главу. Все нарушения перечислены в статье 5. Но что важно? То, что основанием для приостановления деятельности могло быть судебный процесс для обеспечения иска. Получается, что еще когда была старая версия законопроекта, было много споров. И в том числе высказывались разные бизнес-ассоциации НАБО, МДС, когда готовили АРВЭК законопроекту. Речь идет о том, что, например, кто-то судится, неважно по какому поводу. И приостанавливается деятельность как обеспечение иска. А вы знаете, как долго идут наши суды. И то есть все это время компания как будто не должна работать. Или сайт не должен существовать, эфиры не должны вестись и так далее. То есть это же еще могут использовать просто для давления. Я даже не помню, чтобы на самом деле мы много спорили по поводу этой нормы. В рабочей группе были в том числе госорганы. Также норма о том, что собственник не должен вмешиваться в редакционную политику. Ссылка была перенесена в другую статью, где рассказывается о том, что собственник имеет и не имеет права. И мы как журналисты понимаем, что собственник не должен вмешиваться в редакционную политику. Редакционной политикой занимается редактор. Споры были, конечно, по поводу того, что есть маленькие редакции, где собственник, журналист, монтажер, завхоз, бухгалтер и редактор – это может быть одно лицо. Но с правовой точки зрения это разные ипостаси все-таки. И также мы обсуждали о том, то есть речь шла об информационной безопасности. Мы знаем позицию международных организаций, такую более либертарианскую. Но как раз медиа-сообщество выступало за определенные ограничения по иностранному участию в телеканалах. И несколько переформулировав норму, мы ее перенесли в другую главу. Но вот этот 50% доли собственности, что иностранцы не должны владеть на ТВ, это осталось. Следующий слайд можно? Ну, то есть я, чтобы не быть голословой, приду. Один из примеров таких дублирующих норм были прописаны, как нужно заключать договоры между собственником и редакцией, там, журналистами. Как нужно писать устав редакции. На самом деле некоторые нормы, то есть они как-то само собой разумеющиеся, любой владелец компании понимает, что нужно заключать договоры. То есть если бы даже за то, что эту статью убрали, это никак не отменяет тот факт, что журналисты, собственник СМИ не должен заключать договоры. Есть трудовой кодекс, гражданский, налоговый, в общем, к вам придут другие регулирующие органы. И есть закон о регистрации юридических лиц, огромное количество НПА, которые регулируют взаимоотношения собственника и с госорганами, и со своими сотрудниками, и с поставщиками услуг и так далее. То есть независимо от того, что эти нормы рабочая группа решила исключить из новой версии законопроекта, все законы, кодексы действуют, и эти нормы нужно соблюдать. В статье 19 были объединены и несколько переформулированы две статьи. На самом деле они такие из серии «Капитан очевидность», что редакция руководит редактор. Ну, на основе чего? В одной из норм, которая в другой главе, мы еще и добавили редакционную политику, этого не было, и дали определение редакционной политики. То есть это не значит, что она обязательно должна быть, но это понятие прописано в законе, то есть это не является каким-то жестким требованием. Но мы все понимаем, кто работает в крупных СМИ и кто ориентируется на медиа, придерживающиеся международных стандартов, что редакционная политика должна быть. То есть это правила работы конкретной редакции, в том числе там должны быть включены этические нормы. То есть, несмотря на то, что в статье 19 этого нет, это есть в другой статье. И по прекращению приостановления деятельности СМИ, здесь есть ограничение, что деятельность может приостановлена быть только судом. Такая же, на самом деле, норма была и в действующем законе, и в той версии, которая была отправлена в Джокуркукинеш. На самом деле, спорная норма, и мы тоже знаем позицию международных организаций по этому поводу, но пункт 2, в общем-то, его суть осталась, что основанием для прекращения судом деятельности могут быть неоднократные более двух раз в течение года нарушения. То есть, эта норма была, мы по поводу нее спорили. Мы, конечно же, хотели, чтобы этой нормы не было, потому что за год два раза, возможно, по каким-то надуманным обстоятельствам будут претензии. Вот, и, возможно, будет прекратить деятельность редакции, но работа рабочей группы – это все-таки компромисс. В итоге, этот пункт остался. Вот, у меня все, спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Государственной регистрацией, статья, которая породила наибольшие споры, стала таким краеугольным камнем преткновения в предыдущем варианте. И вот мы тоже здесь пришли к компромиссу. В общем, самая большая была проблема в том, что, если вы все помните, предлагалось в предыдущем варианте, предлагалось зарегистрировать в качестве СМИ все веб-сайты, которые существуют в Кыргызстане. Там, Лалафо, Колеса Кейджи какие-нибудь, да? То есть сайты, которые абсолютно не имели отношения к СМИ, их там более пяти тысяч, их всех предлагалось подогнать под одну гребенку и зарегистрировать как СМИ. Что мы предлагаем в данном законопроекте? Все СМИ, которые и так должны проходить регистрацию, это связанное с лицензированием, телевидение, радио и так далее, они все, естественно, и так проходят регистрацию. И вот мы ввели понятие сетевое издание, раньше оно называлось интернет-издание, оно регулируется выборным законодательством, там до сих пор этот термин. Вот Дина говорила, что были варианты с информационным агентством. Мы все это объединили в сетевое издание, которое тоже может выполнять функцию СМИ, но здесь есть пункт, что он регистрацию проходит в добровольном порядке. То есть если вы хотите как СМИ работать, получать определенные привилегии, которые есть по этому закону, например, запрос информации для журналистов составляет 3 дня, чтобы вам ответили, то вы можете зарегистрироваться и действовать как средство массовой информации. Если вы не желаете регистрируется как СМИ, тогда вы можете, например, запрос информации подать как рядовой гражданин, каждый гражданин Кыргызской Республики имеет на это право, и получить информацию в течение 14 дней по закону. То есть такой добровольный порядок, и он устанавливается к обминам, как регистрироваться. И раньше предлагалось в предыдущем варианте, что регистрировать веб-сайты или сетевые издания будет Минцифры, а другие СМИ, Минюст, в этом варианте было предложено оставить единый орган, Министерство юстиции, которое отвечает за регистрацию. И теперь лишь один орган регистрирует все средства массовой информации. Можно следующий? И также есть тут понятие, что аудио, видео и кинохроникальная программа тоже может зарегистрироваться как СМИ, а может не регистрироваться. Что такое аудио, видео или кинохроникальная программа? Это форма информации, которая выходит не реже, чем раз в год на различных платформах. Ну, например, если вы на YouTube-канале ведете подкаст, или там рассказываете о кулинарии, вам не обязательно регистрироваться как СМИ, вы можете не регистрироваться. Но если вы считаете, что вы исполняете функцию журналиста, хотите быть там в гуще событий, получать опять-таки по этому закону определенные права и обязанности журналиста, чтобы ваши права защищались как у журналиста, тогда вы можете зарегистрироваться. И даже вот такие материалы, аудио, видео, кинохроникальные программы можете зарегистрировать как СМИ, но можете и не зарегистрировать. Дальше. Как осуществляется подача заявлений о госрегистрации? Тоже были очень много спор по предыдущему варианту. Если вы помните, там, когда подаешь заявление, было там нужно указывать регион распространения, тираж и иные. Там очень много было требований, которые на самом деле в современном цифровом мире очень сложно было соблюдать. Ну, например, сетевое издание, как Тусмедиа вряд ли знает полный регион его распространения, и он постоянно меняется. То есть были такие очень сложные формы для регистрации. И вот в этом варианте было предложено очень четкие понятия. Это должны быть сведения о собственнике, учредителе, соучредителе, фамилия и имущество, естественно. Если физическое лицо, то там название, адрес заявителя, адрес редакции, название СМИ, вид средств массовой информации, доменное имя. То есть очень четко понятно, что предоставлять, чтобы не было никаких проблем при регистрации. Если все документы в порядке, все вот эти четкие критерии соблюдены, то регистрацию СМИ свободно проходит. То есть такие четкие понятия и правила установлены были, чтобы в тех или иных случаях госорган не мог ссылаться на размывчатые, на регионы зданий, или периодичность, или тираж. Можно следующую? Отдельная статья о перерегистрации. Она также проходит, как регистрация. Здесь самый популярный вопрос. Вот если закон, дай бог, вступит в силу, обязаны ли действующие СМИ, кто зарегистрировано, проходить перерегистрацию? Нет, перерегистрацию проходить не надо. У них эта регистрация остается. Но если у вас сменился учредитель, или соучредитель, или название вашего СМИ, то, естественно, перерегистрацию надо проходить, чтобы документы привести в соответствующий порядок. Дальше. Отказ в госрегистрации тоже в этом варианте закона. Коллеги предложили назвать очень четкие пункты, по которым могут быть отказаны. И они тоже исходят из логики. Из, ну, к примеру, если неполный пакет документов подан, или такое же название СМИ уже есть в Министерстве юстиции, или неправильно поданные документы, можно следующую, да? Если заявление подано с нарушением требования, если там не уплачена госпошлина, то есть тоже четкие критерии списков, когда вам могут отказать. Просто можно лишь открыть закон, внимательно перечитать, посмотреть, какие требования есть, не нарушать его, подать в установленный срок и заплатить госпошлину, приложить все соответствующие документы, и никакого отказа не будет, потому что есть четкие требования закона. Прекращение и приостановление деятельности СМИ тоже очень много было споров, и мы здесь тоже пришли к компромиссному варианту. Действительно, когда есть случаи, когда те или иные коллеги нарушают определенные нормы закона, да, и вот мы прописали, что деятельность средства массовой информации может быть прекращена только в двух случаях. Первый случай, ну понятно, если собственник сам хочет закрыть СМИ, пишет заявление, да, пожалуйста, прекратите деятельность моего СМИ. И второе, по решению суда, если основанием, чтобы подать в суд и прекратить СМИ, это является, если редакция многократно, два и более раз, нарушала требования статьи 5, части 1. И вот статья 5, часть 1, там есть четкий пункт, в случае нарушения чего ваше СМИ может прекратить свою деятельность. Можно? Что говорится в части 1, статьи 5? Нельзя распространять призывы к насильственному свержению власти или насильственному изменению конституционного строя. Нельзя разжигать любые виды вражды, там, по национальной, религиозной, региональной и другие, и пропагандировать вражду или насилие. Естественно, нельзя осуществлять публичные призывы к терроризму, распространять, там, сведения касательно порнографии, касательно наркотической деятельности и иных. Единственное, мы здесь сделали одну небольшую ремарку, например, вот написано, касательно наркотических средств, за исключением случаев опубликования информации, анализа, исследований с целью противодействия распространения наркотиков. То есть, ну, если показывается какая-то передача о вреде наркотиков, конечно, там, приходится демонстрировать какие-то кадры, там, с определенными видами наркотиков, да, с распространителями наркотиков. То есть, когда это, наоборот, с целью противодействия или с целью показа анализа, поднять эту проблему, да, тогда в таких случаях, естественно, ответственность не наступает. Следующий. Есть часть 2 статьи 5, где тоже прописаны четко те критерии, которые средства массовой информации не должны допускать. Это распространять информацию, причиняющую вред психическому и физическому здоровью, посягательство на честь и достоинство. Особенно стоит пункт, да, очень актуально было распространение материала, нарушающих принцип презумпции невиновности. То есть, когда нет решения суда, вступившую в законную силу, там, коллеги распространяют, говорят, уже виновен, уже там, убийца, насильник или кто-то, да, то есть четкий критерий стандартов журналистики, соблюдение презумпции невиновности и иных требований законодательства прописано в части 2 статьи 5. Отдельно прописана ответственность. Понятно, что уголовная, административная, гражданско-правовая и иная ответственность прописаны другими законами, но вот в этом законе тоже указано, что по закону в течение, если вот по части 1 статьи 5 будет нарушена, то тут мы еще раз прописали, что для устранения Министерство культуры может направить предупреждение, чтобы в течение 30 дней редакция устранила, да, это нарушение. И в случае, если не устранит, тогда наступает ответственность по закону, которая ведет к прекращению деятельности, да, то есть тоже четкие правила прописаны, прописан четкий уполномоченный орган. Раньше в предыдущем варианте было написано, что там и Генеральная прокуратура, и Министерство юстиции, и там куча органов было прописано, которые могут подать вот эти предупреждения. Этот закон предполагает единый уполномоченный орган в сфере информации, это согласно нашему законодательству Министерства культуры, спорта информации и молодежной политики, вот он является единственным органом, который может подавать это предупреждение, которое редакции должны устранять. И вот еще один интересный момент, освобождение от ответственности. Опять-таки, в предыдущем варианте была такая проблема, что журналист, который ведет прямой эфир, несет ответственность за слова, которые произнес человек в его эфире. Послушайте, но не каждый из нас, наверное, предугадает, что может человек сказать. И мы вот здесь написали часть требований, которые, часть требований закона, которые исходили из реальной практики действующих журналистов. Ну, например, если сведения содержатся в официальных документах, сообщениях или сообщениях пресс-служб, тогда, естественно, журналист освобождается от ответственности, если он опубликовал это. Ну, все мы помним, недавно был один случай, когда одно из ведомств опубликовало информацию, официальный пресс-релиз, и все мы распространили. И потом второе министерство, представители правоохранительных органов, наехали на журналистов почему-то. Вы, мол, недостоверную информацию распространяете. Слушайте, ну это же официальный пресс-релиз официального министерства. И вот в этом законе, исходя из практики, мы вот заложили, что если получены официальные документы, сообщения или пресс-релизы пресс-служб, тогда журналист освобождается от ответственности. Освобождается от ответственности, если материал журналистов является дословным воспроизведением публичных выступлений, тем более государственных чиновников, депутатов. Если дословно они говорят какие-то незаконные вещи, а журналист лишь ретранслирует это, естественно, журналист за это нести ответственности не может. Как я говорил, вот пункт Г предполагает прямой эфир, да, прямой эфир сейчас самый, один из самых популярных жанров, дебаты ведутся в прямом эфире, Джоркенеш транслируется в прямом эфире, любое мероприятие транслируется в прямом эфире, и за любые высказывания в прямом эфире тех, кто участвует в этом прямом эфире, за это, естественно, журналист не может нести ответственность, потому что мы не можем предугадать все, что скажут какие-то спикеры. И последнее, тоже очень важный пункт в статье 33, это если это является дословным воспроизведением сообщений материалов других средств массовой информации, которые нарушают закон, все мы знаем, когда-то мы, если кто-то проводит там, я не знаю, расследование или сюжеты, мы ссылаемся и показываем, что вот такой-то расследовательный такой-то сюжет выпустили наши коллеги. И другое дело, что если есть нарушение, то первоисточник, то СМИ, которые выпустило этот материал, если они нарушают закон, они могут быть привлечены к ответственности. СМИ, которые цитируют их, тоже освобождаются от ответственности. И здесь же мы тоже прописали ответственность не только журналистов, но и госорганов и иных субъектов правоотношений, если они воспрепятствуют законной профессиональной деятельности журналиста, да, если осуществляют цензуру, если не дают информацию, если вмешиваются в деятельность редакции, если незаконно прекращают деятельность СМИ или не регистрируют, да, то это тоже все несет законодательную ответственность. И если вот по закону СМИ зарегистрировано и является официальным средством массовой информации, любое цензурировано, в принципе, запрещено, да, статьей Конституции, но любое вмешательство в деятельность средств массовой информации тоже несет ответственность. Вот в статье 34 она прописана, она такая большая статья, можно следующую, да, да, вот здесь полный список тех действий, за которые любые органы могут нести ответственность, если вмешиваются в деятельность журналистов. На этом моя презентация закончилась. Хотелось бы лишь отметить, что я почему говорил, что это был тяжелый большой труд. Мы приглашали на наше заседание все заинтересованные стороны, в качестве наблюдателей были представители международных организаций, депутаты Джооргу Кенеша. Каждое заседание было открытым, да, мы предлагали всем прийти, высказать свое мнение, там приходили совсем люди, которые не входили в рабочую группу, да, например, из радиостанции приходили, свои предложения говорили. Мы постарались в этих 13 заседаниях учесть мнение каждого, и каждый мог прийти, и каждый мог сказать, вот у нас есть определенная проблема, пожалуйста, здесь может вот так сделано, так и путем компромисса, путем достижения общего согласия этот закон был написан. Как вот Чингус Сингулыч сказал, президент Садыр Нургуджевич сказал, чтобы мы совместно написали этот закон, мы это сделали, и мы очень надеемся, что он в таком же виде поступит в парламент, и в парламенте тоже будет открытое обсуждение, да, понятно, что есть общественное обсуждение, в общественном обсуждении будут определенные поправки, но не хотелось бы, чтобы отдельные представители государственных органов вносили туда свои поправки без ведомой рабочей группы. Мы их всех приглашали на наше заседание, говорили, приходите, говорите, будем обсуждать, будем делать туда поправки, да, кто-то приходил, кто-то нет, но надеемся, очень надеемся, что наказ президента, его желание написать профессиональный закон, который не будет там только ущемлять, только там препятствовать деятельность, а наоборот будет развивать и толкать вперед нашу сферу, что он будет принят в таком же виде, и в парламенте будут открытые обсуждения и в комитетах, и на заседании мы тоже там постараемся присутствовать. Спасибо за внимание. Перерывно предоставили площадку, предоставили все возможности, все условия для того, чтобы мы плодотворно работали. Уважаемые коллеги, хотелось бы отметить не только о таких хороших плодотворных моментах, но и о каких-то, как скажем, тех вещах, которые мы не смогли все-таки достичь каких-то самых лучших практик, да, допустим, или мы далеки от того, чтобы сказать, что сам законопроект идеальный. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день система законодательства в сфере средств массовой информации состоит в основном из вот этих нормативно-правовых актов. То есть, это Конституция, закон о СМИ у нас есть, закон о защите профессиональной деятельности журналиста, в котором есть права и обязанности журналиста, его статус уже определен, поэтому мы учитывали этот момент. Закон о защите от недостоверной ложной информации и реализации данного закона, принятого кабинетом министров. Закон о защите детей от информации, причиняющей вред или их здоровью или развитию, уголовный кодекс, гражданский кодекс, кодекс о правонарушении. То есть, уже система есть, есть ответственность, есть там права и обязанности, и в этой системе у нас должен был уложиться закон о средствах массовой информации. Поэтому, когда указывали на то, что веб-сайты не несут ответственности, что руководство не несет ответственности, мы проанализировали вот эти все моменты, у нас есть в уголовном кодексе статья 220, это защита профессиональной деятельности журналиста, 278, это призывы к массовым беспорядкам, призывы к заплату власти 327, возбуждение вражды 330, и гражданский кодекс, это 18-96 статьи, что вот у нас ликвидация юридического лица, да, к примеру, или 18-я статья, это защита чести и достоинства. То есть, есть плацдарм, есть нормативно-правовые акты, и исходя из этого мы готовили свой законопроект. На самом деле, если посчитать, то предыдущий проект, это шестой вариант проекта, который уже поступил в Джорпу Кенеш, он уже отличался от пятого варианта, и в Джорпу Кенеш мы увидели, на самом деле, шестой вариант проекта закона, и если сравнивать его, что было, да, то вот 10 основных моментов мы определили, с которыми журналисты не соглашались, и которые беспокоили журналистское сообщество. То есть, журналистам признавалось только то лицо, которое связано с зарегистрированным средством массовой информации. То есть, независимых журналистов, журналистам не считались лица, которые работают на такие ютуб-каналы, да, то есть, незарегистрированные средства массовой информации. Предусматривало, как уже коллеги сказали, обязательную регистрацию в качестве средств массовой информации в веб-сайке, возможность минюстом признания свидетельства о регистрации недействительным. То есть, само министерство юстиции выдает свидетельство о регистрации, и само уже в определенный момент, там, к примеру, такие были обманным способом, если повторная регистрация, да, министерство юстиции само имело право, да, признавать это свидетельство о регистрации недействительным. Это помимо тоже очень нас волновало. Прекращение деятельности средства массовой информации с широкой отсылкой на нарушение норм настоящего закона. То есть, условно, можно было формально сказать, что устава редакции нет, или устав редакции не соответствует нормам закона, и не можно было уже привлекать к ответственности средства массовой информации. При остановлении деятельности средства массовой информации как мера по обеспечению риска, о чем было сказано, широкие ограничения иностранного участия в средствах массовой информации, это доли в средствах массовой информации, представительство зарубежных средств массовой информации с разрешением МИД, аккредитация иностранных журналистов. Аккредитацию журналистов только зарегистрированных в средств массовой информации, то есть норма была о том, что только журналисты, которые состоят на работе в средствах массовой информации зарегистрированных, могут получить затем только аккредитацию. Вот эта норма тоже очень сильно беспокоила. И широкие формулировки информации, подлежащие ограничения при их распространении, то есть это вот статья пятая закона, очень широкие там и деловая репутация, и разного рода несоответствующие стандартам, международным стандартам защиты прав человека были формулировки, которые ограничивали в распространении информации. Были и новые ограничения в правах журналистов, расплывчатые формулировки для освобождения от ответственности средств массовой информации журналистов. Вот основные 10 моментов, 10 направлений, по которым наша рабочая группа акцентировала свое внимание. Значит, если вкратце, уважаемые коллеги, здесь теперь доработанный проект предусматривает добровольную регистрацию в качестве СМИ, веб-сайтеры и другие интернет-ресурсы, мы сказали, и другие интернет-ресурсы, поскольку кинохроникальная программа, видеопрограмма, аудиопрограмма, то есть подкасты тоже в определенный момент могут считаться средствами массовой информации, и в этой связи мы все-таки указали, что и другие вот эти виды могут быть признаны средством массовой информации в добровольной поля, если я не зарегистрирую. Прекращение деятельности средства массовой информации только судом, то есть у Минюста нет права свое же свидетельство о регистрации признавать недействительным. Нормы обязательной аккредитации, как уже Чензи Сангулыч сказал, мы исключили. Прекращение деятельности средства массовой информации только в случае нарушения части 1-й, статьи 5-й проекта законов, как за распространение уголовно-наказуемой информации, то есть здесь привлекают за возбуждение вражды или призывы к захвату власти, призывы к массовым беспорядкам. Вот в этих очень таких общественно опасных моментах последствия только в этом случае может быть прекращена деятельность по суду. При остановлении деятельности средства массовой информации как мера по обеспечению иска мы исключили, потому что оно дублирует уже нормы Гражданского процессуального кодекса, и этот вопрос по мере по обеспечению иска должен решаться в рамках гражданского процесса, и не в каждом случае вообще мера по обеспечению иска должна быть применена. Что касается иностранного участия было указано, что не может выступать учредителем собственного средства массовой информации гражданин иностранного государства или лицо без гражданства. Это вот в шестом варианте, то есть в предыдущем варианте проекта закона была указана такая норма. Мы посмотрели заключение Министерства юстиции Крыльской Республики, в заключении было отмечено, что не совсем ясно в связи с чем ограничиваются права иностранного гражданина на участие в доле в средствах массовой информации. Мы посмотрели зарубежную практику и все-таки согласились на том, что иностранный гражданин все-таки должен не может открывать средства массовой информации, но и конечно по его контенту, по его содержанию, по его деятельности уже принимать меры, если там уже какие-то есть негативные моменты. Есть и вторая часть у нас гражданин Крыльской Республики, имеющий война и гражданство, гражданин иностранного государства, иностранное юридическое лицо, а иностранное юридическое лицо с иностранным участием. Доля вклада иностранного участия не могут иметь более 50% на телерадиоканал, телерадио- видеопрограмм, веб-сайтах информационных и телекоммуникационных сетей интернет. Эти моменты в основном исключены и мы оставили только для телевизионных каналов. Мы тоже посмотрели зарубежную практику, это в Канаде, во Франции, вот именно ограничение только телевизионных каналов, то есть стандарты для того, чтобы сохранить какое-то экономическое, культурное свое вот особенности, да, передать. Поэтому вот телевизионных каналов поставили. Мы не согласились все-таки видеопрограммы, радио, веб-сайты, поскольку есть, существуют, да, подкасты, интернет-ресурсы, на которых уже у нас есть доступ, и просто чрезмерно ограничивать это не имело смысла. Поэтому мы оставили вот телевизионный канал. Как указано посещать госорганы только на основании аккредитации, да, вот такой вариант у нас, мы это исключили. Вот в правах и обязанностях журналистов появились вот новые формулировки в шестой версии законопроекта, который поступил в «Дёртунеш», то есть согласие должностных лиц или граждан производить записи, в том числе с использованием средств аудио и видеотехники, кино и фотосъемки за исключением случаев предусмотренных законов. Как уже было отмечено в Институт Медиаполисе с 2022 года, 2021 даже года, мы вот рассматриваем вот эти различные варианты, и вот этого согласия должностных лиц производить во всех пяти проектах его не было. Только в поступившем варианте в шестой, в Джорпу, конечно, вот это согласие должностных лиц производить. По нашему мнению, это препятствовало бы проведению таких журналистских расследований, то есть в каждом случае необходимо просить согласие и, конечно, лицо в определенных случаях, конечно, отказывает. И поэтому вот это исключено, и вы почему исключили? У нас есть закон о профессиональной деятельности журналистов. Там есть право производить записи вот именно в этой части, но там нет вот этого согласия. Но здесь вот мы думаем, что это не совсем верно с точки зрения прав журналистов. Запрашиваем информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций, обвинения их заместителей, работники пресс-служб, либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции. То есть в законопроекте, который был подготовлен Кабинетом министров, было указано, что запросы предоставляются уполномоченными должностными лицами. Но в какие сроки, не было понятно. Мы посмотрели вот соседние практики, международную тоже практику. Мы предложили дополнительно вот в течение трех дней предоставлять информацию. То есть у нас есть закон о доступе к информации, но он, закон о доступе к информации, касается всех любых иных граждан. То есть это 14 дней ответ, но средства массовой информации должны быстро, объективно дать достоверную информацию, поэтому ей должны хотя бы в этом контексте дать какой-то предъявление. Что касается освобождения от ответственности, Семетей очень хорошо отметил, но здесь еще один был момент, такой я его дополню. Не только ограничивался прямой эфир, то есть что журналист, если в прямом эфире у кого-то берет интервью и тот высказывается, в этом случае уже журналист тоже по предыдущему варианту нес ответственность. Ну и такая формулировка в действующем законопроекте была, есть что публичные выступления, если берется, распространяется информация, то средства массовой информации тоже освобождается. Но в предыдущем проекте предложено было, что только депутатам должностным лицам только в определенных местах, то есть получается на съездах, на заседаниях комитета, то есть определялся круг мест, где только может быть публичное выступление. Конечно мы с этим не согласились, публичные выступления могут быть и здесь, к примеру, не только на заседаниях. В этой связи мы исключили этот момент и оставили предыдущую редакцию, то есть действующую редакцию в законе о средствах массовой информации просто публичные выступления. Положительные аспекты, уважаемые коллеги, очень хорошие, мы считаем, нормы тоже могут помочь в развитии журналистики. Государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, общественные объединения, предприятия, организации и учреждения, независимо от формы собственности, обязаны предоставлять средствам массовой информации и журналистам доступ к объектам, информациям, материалам, представляющим общественным интересам или затрагивающим законные интересы права и свободы человека. В принципе, эта статья уже в определенном ее контексте есть в законе о профессиональной деятельности журналиста, но мы здесь еще более далее указали для средств массовой информации. И привязка впервые идет к общественному интересу. В действующей редакции средств закона о средствах массовой информации, к сожалению, нет понятия общественного интереса. И весь проект закона, права средств массовой информации, они проходят через призму общественного интереса. То есть, всегда должен превалировать общественный интерес для того, чтобы распространять информацию. под общественным интересом мы указали функционирование государства, государственных муниципальных должностей, общественных деятелей, политику, образование, безопасность населения, правоприменение и отправление права в суды, защиту прав человека, потребительские и социальные интересы, окружающие среды, экономические вопросы, осуществление власти, искусства и культуры, религию. Вопросы, которые затрагивают интересы и имеют последствия для широкого круга лица. В проекте закона, как я указал, вмешательство в личной жизни, в целом распространение информации, беру и рассматривается через призму общественного интереса. Также впервые мы в законопроекте для средств массовой информации указали, что они в принципе должны иметь редакционную политику, как они вообще должны распространять свою информацию. Несмотря на то, что мы, так скажем, плодотворно проработали, есть очень хорошие нормы, необходимо признать, что есть определенные недостатки, к которым мы должны еще идти. Проект закона не предусматривает льготы и преференции для средств массовой информации, иные формы поддержки государства для средств массовой информации. Большая благодарность еще раз руководству Министерства культуры. Даже они попробовали пригласить представителей Министерства экономики. они пришли, мы вот рассматривали даже варианты преференции, льгот, но для того, чтобы разработать вот этот механизм предоставления льгот, нам не было достаточно двух с половиной месяцев, поэтому этот вопрос нам пришлось на этом этапе исключить. Аккредитация для иностранных журналистов предполагается как все-таки разрешительный механизм. По стандартам журналистики аккредитация должна, конечно, иметь уведомительный характер, но мы пришли все-таки к такому консенсусу, что на данном этапе аккредитация иностранных журналистов все-таки будет проводить МИД, но в порядке определяемым кабинетом министров. Ввиду ограниченности времени не подготовлены иные нормативно-правые акты, которые вытекают и должны вытекать из данного законопроекта. Это вот порядок аккредитации журналистов, порядок разрешения, выдачи разрешения представительством зарубежных средств массовой информации, предотвращения монополий средств массовой информации. То есть вот эти моменты, они должны уже, мы считаем, что лечь в основу подзаконных актов, поэтому мы не смогли эти моменты тоже отработать ввиду ограниченности. законопроект не предусматривать общественные средства массовой информации, мы посмотрели также зарубежную практику, есть общественные телевидения, общественные телерадио, организации зарубежных демократических государства, но, к сожалению, у нас задача не стояла, но закон о средствах массовой информации на данном этапе пока не предусматривает общественные средства массовой информации. Средства массовой информации не освобождаются от ответственности по закону о защите от недостоверной и нужной информации, хотя мы тоже поднимаем один из таких вопросов, может быть рассмотреть, чтобы, вы знаете, есть усеченный внесудебный порядок для того, чтобы приостановить деятельность сайта через органы мини-министерства культуры, но вот этот момент остался и средства массовой информации не освобождены от ответственности по закону о защите от недостоверной и нужной информации. Прекращение деятельности средств массовой информации не привязано к системной пропагандистикой незаконной деятельности средств массовой информации. Все-таки, несмотря на то, что мы указали на конкретную норму части 1 статьи 5 Закона о средствах массовой информации, то есть конкретно уголовно наказуемые деяния, все-таки в перспективе хотелось бы, чтобы это были нормы, которые бы именно звучали как пропагандистские, да, системные имел характер, чтобы только в этих случаях прекращать деятельность средств массовой информации. Но на данном этапе такой компромиссный вариант, что только уголовно наказуемые деяния, если только в двух случаях они не исполняются, сразу привлекать к ответственности в виде прекращения деятельности средств массовой информации. пока на этом вот завершает свою деятельность рабочая группа, но мы надеемся, что все-таки законопроект о средствах массовой информации будет вынесен на общественные обсуждения и в рамках которого заинтересованные лица тоже могут внести свои замечательные предложения. Спасибо. Сделан очень серьезный шаг, уважаемые коллеги. И то, как наши коллеги относятся к этому явлению, мы видим сегодня по присутствию наших журналистов занят, очень мало людей. как будто все это было дано только в определенном круге наших коллег. На самом деле так не должно было быть. Я здесь не вижу представителей прислужб. Они тоже должны были заинтересованы быть в этом законе. Но тем не менее сделан очень серьезный шаг за это время. Наши ребята, которые сегодня презентуют, очень активно участвовали во всем этом. Я хотел бы сказать, что если наша страна является объектом журналистики, если это мы представим в образе футбольного поля, то журналисты ведут всегда работу там, где есть актуальность. Если мяч придется на какой-то части стадиона, то журналисты это должны показать. И поэтому мы не должны иметь ограничения в той части или в другой части поля. И вся наша работа была направлена на то, чтобы журналисты могли работать свободно. И за это время вот по презентации наших коллег, вы его видели, мы очень много изменений ввели по тем нормам, которые были уже как бы введены юристами, не журналистами. Вы знаете, что предыдущая работа рабочей группы была скандальная, никто не прислушался мнению наших коллег. Но в итоге вот президентом этот вариант был направлен в Министерство культуры информации. И здесь Чингис сам презентовал этот вариант, который был доработан именно журналистами. Коле это было доверено президентом министерства, которое курирует этот вопрос, и коли это было сделано именно профессиональным нашим заводством, я надеюсь, что когда этот законопроект пойдет на доработку и будет рассматриваться в дальнейшем парламенте, и этот же проект будет ими же будет знакомиться в администрации президента, я думаю, что они будут уважать наш труд, потому что именно президентом была доверена эта работа нам. Вот я об этом хотел сказать. Также вы знаете, что несколько лет у нас работает законопроект ложной информации, мы его у себя называем законом по борьбе с фейками, на самом деле я думаю, что с принятым вот этого закона, думаю, тот закон уже будет исчерпан, да, я думаю, он не будет интересен никому, причем мы видим, как этот закон работает, поэтому я хотел бы призвать наших коллег следующим этапом сделать новое заявление, призвать, чтобы этот закон тоже сверли на нет, потому что они должны двигаться в сторону прогресса, опять мы не можем представить футбольное поле и вести репортажи там, где нет этого мяча. Мы должны быть там, где всегда есть актуальность, мы должны быть там, где представляется, как мы сегодня сказали, общественный интерес, поэтому огромное спасибо, ребята, за ваш труд. И также я хотел призвать, все-таки нам нужно развивать органы самоуправления, потому что из-за того, что эти органы были слабыми, власть ввела вот этот вот закон о фейках. Поэтому если мы сами сможем друг другу помочь, если мы можем указать ошибки, которые мы допускаем где-то, а они есть, вот, и таким образом мы могли бы сами себе помочь. И я призываю также здесь присутствующих международных организаций помогать, поддерживать нашему сектору. Не нужно там, как другие представляют, есть в какие-то содержательные части, хотя вот в это время нам очень помогли вот эти конструктивные консультации международных организаций, которые показывали, как все это делается на уровне международном, да, какие есть практики международные. И за это тоже огромная благодарность, вот, но все-таки я призываю вот по тем предложениям, которые я сегодня озвучил, двигаться дальше. Ну и также я призываю наших коллег, которые сегодня отсутствуют, но которые пишут в соцсетях, что они профессиональные журналисты проявляют интерес, потому что я не думаю, что этот проект, который разработан нами, вот он в таком виде войдет. Мы надеемся на то, что он войдет в таком виде, потому что мы сделали все для того, чтобы было удобно работать. Вокалпоинт ЮНСК в Кыргызстане. В целом я бы хотела пожелание сказать, что действительно в Кыргызстане интересный подход по такой модели пересмотра, так скажем, законопроекта. Единственное пожелание действительно было, очень много дискуссий, и этот компромиссный, как уже отметили, балансированный подход в таком виде, в каком мы сегодня видим, хотелось бы, чтобы в Дюгар-Кокинеши приняли. И здесь, конечно, есть свои погрешности, есть и позитивные, и положительные, можно сказать, сдвиги. Вот мы, как ЮНЕСКО, который непосредственно занимается также по медиа-развитию в целом на глобальном уровне и в Кыргызстане, будем также рады сотрудничать для других законопроектов также. Спасибо. Нурдин Душенбеков, общественное объединение журналисты. Ну, я вот хотел бы поддержать тоже коллег, что на самом деле не меньше двух лет идет работа над этим проектом, и на самом деле вот эта рабочая группа, итоги которой мы подводим, она уже третья, которая непосредственно касается именно этого проекта. Это была первая рабочая группа, которую создал президент, потом была рабочая группа по АРВ, вот теперь третья рабочая группа, была дебаты на телевидении, были дебаты во время заседания комитета в Джоркнеше. И очень хотелось бы, чтобы вот те, кто не участвовал в этой работе, все-таки как-то с уважением и пониманием отнеслись. Это касается как чиновников, так и журналистов. Потому что на самом деле прийти к какому-то согласию, выработать какие-то приемлемые нормы было очень сложно. И я присоединяюсь к благодарности, что Министерство культуры все-таки как-то сумело более дипломатически подойти и услышать нас наконец, наши предложения. Потому что это не выяснение отношений, вы правы или мы правы, а это стремление принять именно такие нормы, которые именно способствовали развитию медиасектора, а не создавали для него препятствия. Я думаю, мы все в этом заинтересованы. Спасибо. 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 Я не сказал, что он что-то символизирует, но получается рабочая группа, которая была создана приказом министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Эта рабочая группа состояла из депутатов Дюбур-Покинеша, из представителей медиа-сообщества, также из правовых организаций, юридических организаций. И непосредственно эти организации предоставили хороших юристов совместно с нашими юристами министерства культуры. Вместе мы сели, и вот мы два с половиной месяца вместе, более 13 заседаний было, и в рамках этих заседаний мы тщательно каждую статью рассматривали. И моменты были, где схожие такие, по тематическим, мы это все объединяли, переносили и другие статьи, можно сказать, вот такие, точнее в главы. Вот такие моменты были. Я думаю, что данный законопроект, он весь такой компромиссный, и мы учли мнения и предложения со стороны медиа-сообщества, также учли замечания и предложения со стороны государственных органов. И я думаю, что сейчас у нас впереди общественные обсуждения, также будут согласовываться с министерствами, госорганами, и мы, соответственно, уже внесем в администрацию президента, соответственно, я думаю, что к сентябрю уже она зайдет, поступит в Джогурху Кенеш, и в стенах Джогурху Кенеш мы будем уже детально обсуждать, и комментарии, и предложения депутатов будем тоже слушать, и, соответственно, мы будем уже готовиться. Также я, пользуясь случаем, хотел бы призывать наших коллег, журналистов, чтобы они тоже активно участвовали в этом процессе. Почему? Потому что это не продукт, можно сказать, рабочей группы, которая разрабатывала данный законопроект, это продукт всей журналистской деятельности, журналистской среды. Добавлены ли Вы законопроекты? Ну, как государственные служащие, я хотел бы сказать, что да, доволен, почему есть моменты, которые мы вместе делали, и также мы здесь учли интересы государства. Каково было работать совместно с журналистами, с представителями ОСМИ? Если честно, очень, если на доступном простом языке сказать, это было очень комфортно и удобно. Почему? Потому что мы друг друга понимали с полуслова, и мы не ругались, не перебивали друг друга, такого не было. Мы все находились вместе в дружественной обстановке, как раз и вместе обедали, вместе чай пели, и как раз обсуждали моменты, что можно добавить, что можно исключить. И вот как раз вот такие моменты были. Хорошая была обстановка, дружественная. Зависит уже от депутатов в Джоуарху Кенеш. Почему? Потому что если уже поступит в Джоуарху Кенеш, и здесь уже будет в их руки. Хорошо. А на ваш взгляд, все ли было учтено в этом законе или нет? Трудности какие были еще? Кроме того, чтобы комфортно работать было, ну, возможно, какие-то, ну, может быть... Вот мой коллега спросил, довольный закон. Вы считаете, как бы он удовлетворяет и нашу сторону, да, средства массовой информации и запрос государственных органов? Ну, как практика показывает, идеального закона не бывает. Нет, значит, здесь и есть и минусы, и плюсы. Почему? Потому что, я же ранее отметил, что мы учли интересы нашего государства, учли интересы государственных органов и также учли интересы журналистов. Соответственно, такой 50 на 50, но уже окончательный результат будет видно уже в стенах Джоуарху Кенеш.